У меня был товарищ, соперник, не по занятиям, не по службе или любви, но наши воззрения ни в чем не сходились. И каждый раз, когда мы встречались, между нами возникали нескончаемые споры. Мы спорили обо всем, о религии, о науке, об искусстве, о земной и загробной, особенно о загробной жизни. Он был человек восторженный и верующий, и однажды он мне сказал, ты надо всем смеешься, но если я умру прежде тебя, то явлюсь к тебе с того света, посмотрим, засмеешься ли ты тогда. И он, правда, умер прежде меня, еще будучи в молодых летах, но прошли года, и я забыл об его обещании, об его угрозе. И как-то вечером я лежал и не мог, да и не хотел заснуть. Тогда я принялся глядеть в седой полумрак, и вдруг мне почудилось, что между двух окон стоит мой соперник и тихо и печально качает головой, сверху вниз. Я не испугался, даже не удивился, но облокотившись на локоть, я стал еще пристальнее глядеть на неожиданно появившуюся фигуру. Тот продолжал качать головою. Что, промолвил я наконец, ты торжествуешь или жалеешь? Что это, предостережение или упрек? Или ты мне хочешь дать понять, что ты был неправ? Что мы оба неправы? Что ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово! Но мой соперник не издал ни единого звука, лишь по-прежнему печально и покорно качал головою сверху вниз. Я засмеялся, он исчез. Продолжение следует... Продолжение следует...